Всем ребят привет! С вами Селёк Копатель и сегодня обзор 5 копеек 1803 года. Монета интересная с историей. Это одна из самых крупных, тяжелых монет Российской империи. Разберем сегодня все нюансы, посмотрим разновидности. Надеюсь вам понравится и вы будете больше знать о этой монете. Приятного вам просмотра! Российская империя Время правления Александра I Павловича 1803 год Монета 5 копеек В чеканке монет из меди, в том числе номиналом 5 копеек, в 1803 году принимали участие два монетных двора. В Екатеринбурге с обозначением ЕМ чеканили монеты преимущественно для европейской части России. За год монетный двор успел изготовить довольно внушительный тираж – 31 миллион 819 тысяч 980 штук, израсходовав таким образом более полутора тысяч тонн меди. В Сузуне чеканили пятаки для азиатской России с обозначением КМ – колыванская монета. Согласно ведомости монетного двора, в 1803 году всех номиналов медной монеты было выпущено на сумму 180 тысяч рублей. Принимая во внимание тот факт, что до настоящего времени других номиналов медных монет регулярной чеканки Сузунского двора этого года не встречалось, напрашивается вывод, что здесь чеканили только пятаки. Следовательно, и тираж этой монеты составил 3 миллиона 600 тысяч штук. Именным указом Сенату от 1 октября 1801 года Александр Павлович, признавая непоколебимость внутреннего достоинства монеты, необходимую к сохранению общего доверия, подтверждает установленную Павлом в 1797 году монетную стопу. Монетные дворы получают распоряжение продолжать чеканку медных монет всех номиналов по 16 рублей из пуда меди, но уже по новым, утвержденным тем же указом, рисункам монеты. Итак, характеристики монеты 5 копеек 1803 года. Материал монеты – медь. Номинальная масса – 51,19 грамма. Диаметр – 42-45 миллиметров. Гурт шнуровидный. Рассмотрим 5-копеечную монету Екатеринбургского монетного двора. Забегая наперед, отметим, что различают 5 основных разновидностей пятаков с обозначением ЕМ. Начнем с реверса. В центре монеты расположен номинал монеты, цифра 5 с точкой и надпись копеек. Под надписью – разделительная черта. Еще ниже – год выпуска монеты. Обратите внимание, после года чеканки точки нет. Под годом – обозначение монетного двора, который чеканил монету. Буквы Е – М. После каждой буквы – точка. Вдоль периметра монеты размещены 5 концентрических линейных кружков, на которых расположены 5 окантованных счетных точек, дублирующие номинал монеты. По краю поля монеты выполнен рубчатый ободок. Кстати, эти монеты, благодаря композиции из кружков, напоминающие кольца, среди нумизматов и коллекционеров получили сленговое название «кольцевики». Такой же ободок и композиция из кружков со счетными знаками расположена и на аверсе монеты. В центре изображен малый государственный герб Российской империи – двуглавый орел, увенчанный тремя императорскими коронами. В когтях правой ноги орла – скипетр, в когтях левой – держава. На груди орла – московский герб – щит со святым Георгием Победоносцем на коне, поражающим копьем крылатого дракона. Вокруг щита – цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. Для определения первой разновидности обращаем внимание на рисунок орла, счетные точки аверса и реверса и точки после букв и цифр на реверсе. Этот тип штемпелей обеих сторон монеты использовался при чеканке монет в 1802 году. Отмечаем разновидность, как аверс и реверс 1802 года. В 1803 году монетный двор начинает использовать для чеканки пятаков штемпели с новыми видоизмененными рисунками аверса и реверса, но полный переход происходит не сразу. Также, как и в 1788 году, появляются так называемые штемпельные перепутки – монеты, у которых аверс – нового образца, а реверс – старого, или наоборот. Ко второй разновидности монеты относят пятаки, у которых аверс – образца 1802 года, а реверс – нового образца. Так как полный переход на чеканку новыми штемпелями произошел только в 1806 году, отмечаем разновидность, как реверс образца 1806 года. Отличить новый реверс от старого можно по нескольким характеристикам. Счетные точки и точки после цифры номинала и обозначения монетного двора в новом реверсе состоят из концентрических колец. Появляется точка после года чеканки, а разделительная черта – тоньше, с утолщением к центру. В третьей разновидности, наоборот, реверс – старого образца, а аверс – нового. На новом аверсе счетные точки выполнены так же, как и на новом реверсе, в виде концентрических колец. Двуглавый орел с более растрепанными крыльями, перья на которых расположены иначе, а щит московского герба имеет другую форму. Отмечаем аверс образца 1806 года, а реверс – 1802. Четвертая разновидность пятаков 1803 года выполнена новыми штемпелями аверса и реверса. Отмечаем! К пятой разновидности монет Екатеринбургского монетного двора относят монеты, на которых двуглавый орел также нового образца, но имеет небольшие отличия, которые заметны в его величине, крыльях и форме щита московского герба. Пятаки с таким видом орла чеканили в небольшом количестве только в 1803 году. Вероятно, при замене старых штемпелей были изготовлены новые с двумя видами орла, после чеканки которыми было принято решение остановиться на одном виде, который и использовался в дальнейшем. Отмечаем эту разновидность как аверс с особым орлом. Перейдем к монете Сузунского монетного двора. Разновидностей монет регулярной чеканки не выделяют, но пятаки этого двора немного отличаются от екатеринбургских. Кроме отличий в рисунке орла, бросается в глаза обозначение монетного двора, которое расположено не на реверсе, а на аверсе монеты. Также на монетах с обозначением КМ мы заметим отсутствие зубчатого ободка, от которого в Сузуне отказались в прошлом, в 1802 году. Теперь, зная разновидности, рассмотрим среднюю стоимость монет согласно проходов на аукционах. Но перед этим стоит отметить, что все кольцевые пятаки – довольно редкие и ценные монеты времен правления Александра I. Несмотря на то, что только один Екатеринбургский монетный двор за 8 лет выпустил более 170 миллионов экземпляров этой монеты. Основная причина редкости этих монет кроется в действиях правительства Российской империи. Монеты из меди по 16-рублевой монетной стопе чеканились до 1810 года. Манифестом от 29 августа правительство повышает монетную стопу до 24 рублей из пуда меди исходя из стоимости меди в слитках на тот момент. Хождение тяжелых монет прежней чеканки не отменяют, рассчитывая на то, что постепенно с помощью казенных сборов старую монету заменят на новую, более легкую. В дальнейшем, изъяв из обращения всю старую монету с помощью 9 временных монетных дворов, планировали переделать в новую. Но согласно доклада министра финансов Дмитрия Гурьева, от 2 сентября 1821 года смысла в этом не было, так как за 10 лет чеканки монет по 24-рублевой стопе было выпущено столько монет, что передел со старой был нецелесообразным. Тем более, что стоимость меди на тот момент составляла уже 31 рубль за путь. Намного легче было сплавить всю старую монету в штыки и реализовать за границу, получив таким образом практически 100% прибыли, что постепенно и было сделано. Кроме этого, цена на медь и повышение монетной стопы привлекли предприимчивое население к легкой наживе, несмотря на запрет манифестам частной переплавки, приравнивая такие действия к фальшиво-монетничеству. Также в правительство постоянно поступали известия о попытках вывоза за границу медной монеты старой чеканки. Так, к примеру, в мае 1824 года на отправлявшемся из Архангельска торговом судне, принадлежавшем купцу Попову, было обнаружено тайно погруженной медной монеты старого чекана на 814 рублей, что составляло около 50 пудов меди. А после обыска его дома было найдено еще такой монеты на 532 рубля, которая была конфискована и переплавлена. Таким образом, действия правительства с одной стороны и желание населения быстро обогатиться с другой, практически полностью истребили тяжелые кольцевые монеты. Вернемся к рассмотрению стоимости. Первая и четвертая разновидность пятаков Екатеринбургского монетного двора ценится приблизительно одинаково. Средняя стоимость может колебаться от 60 долларов в очень хорошем до 600 в превосходном состояниях. Две разновидности перепуток стоят примерно в 5 раз дороже, от 275 долларов в очень хорошем состоянии до 3000 долларов в превосходном. Редкость перепуток подтверждают и авторы классических каталогов. Монету с особым типом орла Владимир Биткин выделяет как очень редкую, но согласно проходов на аукционах, средняя стоимость этой монеты находится в том же диапазоне, что и пятаки второй и третьей разновидности. За монету Сузунского монетного двора коллекционеры готовы платить в среднем от 40 долларов в хорошем до 1200 долларов в превосходном состояниях. В свое время Петров и Ильин оценили эту монету в 2 рубля и рубль соответственно. Также существует новодельная монета с обозначением КМ, которая отмечена в каталоге Биткина как весьма редкая, но из-за отсутствия предложений на рынке определить ее стоимость невозможно. Как правило, появление такой монеты в продаже обязательно вызывает интерес среди нумизматов и коллекционеров. В 1803 году на рынках города Киева продавались товары по таким ценам. За одну копейку можно было купить килограмм гречки. Проса стоила в два раза дороже, около двух. А за килограмм пшеницы в среднем просили 3,5 копейки. Коровье масло продавали из расчета 14 копеек за фунт. Свежий гречишный мед по 5 рублей за пуд. А за кружку парного молока нужно было заплатить около 2 копеек. Свиное сало применялось не только для употребления в пищу, но и в качестве освещения помещений. Поэтому спрос на этот продукт был довольно высоким, а цена на него была даже выше, чем на мясо. Так, к примеру, за килограмм свинины или баранины просили в среднем 7,5 копеек. Телятины немного дороже, около 9. А за килограмм сала нужно было заплатить около 20 копеек. Из домашней птицы на рынке можно было купить курицу за 15 копеек, утку за 20, а за пару гусей нужно было заплатить в среднем 60 копеек. Зарплата уездного лекаря 2-го разряда в 1803 году составляла 15 рублей в месяц, надзирателя на таможне 25 рублей, а губернский землемер получал жалование 400 рублей в год. Как известно, в 1802 году были созданы 8 новых министерств Российской империи. Каждому министру было определено годовое жалование, которое составляло 12 тысяч рублей в год. Кроме того, каждому полагалось по 5 тысяч рублей в год на аренду недвижимости для себя и своей канцелярии, до тех пор, пока правительство не предоставит каждому отдельный дом. Рассматривая стоимость 5 копеек 1803 года, мы не можем справедливо оценить то, что эта монета могла быть в руках мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна или генерала Петра Ивановича Багратиона. А баснописец Иван Крылов или историк Николай Карамзин именно за эту монету могли покупать продукты на рынке. Исходя из этого, следует помнить, что ценность монеты в ее истории. Багратиона На этом, ребята, и все. Сделали обзор напоследок. Хочу вам сказать, что данная монета нашла нового хозяина. Мы ее разыграли у себя на стриме, на своем канале. Так что она будет радовать теперь новые глаза. А в частности, это у нас Иван Ибрагимов. Мои поздравления, приз достойный. Ну, а вы не забываем проставлять пальчик вверху за трудосторания. А если первый раз попали на мой канал, Седой Копатель. Обязательно подписывайтесь, у нас очень много интересного. До новых встреч. Пока.